О том, что Турция заинтересована в существовании ИГИЛ, говорят и политики, и эксперты. Причем основа этого интереса экономическая. Удары российской авиации по нефтяной инфраструктуре боевиков нанесли серьезный урон не только бизнесу Анкары, но и самого президентского клана. Подробности у Натальи Юрьевой. Видеокадры пылающих цистерн и нефтехранилищ для всего мира стали очередным ярким примером серьезности намерений российских ВКС. Удары наносятся по основному источнику доходов террористов, потому что оставалось нетронутым в течение нескольких лет работы западной коалиции. Даже по самым скромным подсчетам, годовой доход, запрещенный в России террористической организацией ИГИЛ от продажи нефти, около 700 миллионов долларов. Это почти половина всего бюджета так называемого исламского государства. Оно контролирует более 60% нефтедобычи в Сирии и около 10% в Ираке. И до начала российской военной операции в Сирии схема поставок нелегального черного золота работала бесперебойно. По оценкам экспертов, в результате ударов нашей авиации доходы террористов резко сократились. По некоторым данным, добыча нефти снизилась более чем в 5 раз. С 250 тысяч баррелей в сутки до 40 тысяч. Этот бизнес стал гораздо опаснее, потому что если раньше можно было наблюдать целые вереницы этих цистерн, которые направлялись к границе, то сейчас, конечно, такую вереницу не построишь, потому что иначе это все будет замечено и начнутся бомбардировки. Кто покупает контрафактную нефть, поддерживая и финансируя, тем самым ИГИЛ давно известно. Даже замглава американского Минфина по вопросам терроризма и финансовой разведки Дэвид Коуэн еще в конце октября прошлого года одним из основных покупателей исламского государства открыто назвал американского же партнера по коалиции Турцию, доходы которой, очевидно, сократились после действий российской авиации. Ведь, по оценкам экспертов, сверхприбыли Анкара получала, покупая контрабандную нефть по заниженной цене и продавая почти в три раза дороже, уже по рыночной, около 50 долларов за баррель. Исламское государство некоторым продавцам, которые дальше ее сбывают, эту нефть и нефтепродукты, продает баррель нефти за 15 долларов. Ну что это? Это совсем низко. Турция, в свою очередь, получая эти объемы, очень хорошо наваривает для того, чтобы заявлять о том, что борются с исламским государством, а по факту бороться с курдами, которые действительно борются с исламским государством. По мнению политологов, борьба с ИГИЛ и уж тем более его крушение для Турции просто-напросто невыгодно. Все равно, что зарезать курицу, которая несет золотые яйца. А сливки с этого черного бизнеса, по мнению некоторых источников, в том числе отдельных турецких СМИ, снимают даже члены президентской СМИ. По неподтвержденной информации, собственник одной из турецких компаний, закупающих нефть у исламского государства, сын президента Турции, Белял Эрдоган. Ведь если собственником этой компании выступает член семьи президента, руководитель страны, соответственно, с ней будут охотно вести переговоры непосредственно лидеры боевиков, потому что других людей они, возможно, не знают, а здесь известная персона, и это своего рода является гарантией надежности этого бизнеса для них. Британская газета Guardian в своей статье называет сделки турецких бизнесменов с контрабандистами нефти из ИГИЛ роскошными. Ведь они, по сведениям журналистов, добавляют, по крайней мере, по 10 миллионов долларов еженедельно в казну террористов. Об особой циничности позиции Турции в статье крупнейшего бельгийского финансово-экономического еженедельника «Тренд». Политолог Алан Мутон удивляется безнаказанности Эрдогана, о действиях и намерениях которого всем все известно. Самым крупным покупателем нефти у исламского государства является Турция, член НАТО и международной коалиции против этой террористической организации. При этом США не вводят никаких экономических санкций против Турции за эту торговлю. Для всех экспертов по международной политике это является доказательством той неоднозначной роли, которую играют США и Турция в этом регионе. Эксперты сходятся во мнении, на Ближнем Востоке идет война, в которой переплелись десятки политических и экономических интересов различных сил. И интересы эти в большинстве своем не совпадают с единственно верной задачей – установлением мира в регионе. Наталья Юрьева, Юлия Заграничного, Владимир Беляев и Алексей Козлов. Первый канал.